Поощущал себя? Отлично, запись пошла, и все хорошо. Теперь смотри, что мы с тобой делаем. У нас правая рука будет бить левое плечо, а левая рука правое плечо. Пошли, просто бей себя вот. Мы как бы будим свой мозг, просто бьем себя по плечам. Отлично, 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 супер. Все, смотри, что ты чувствуешь. Сейчас мне можно сказать, что ты чувствуешь. Есть разница? Да, есть, либо не разница. Вот, отлично, так, теперь мы с тобой начинаем, идем. Значит, смотри, я тебе после нашего урока сегодня скину еще одно упражнение, которое тебе надо будет обязательно сделать дома, хорошо? Это у нас будет убирать зажимы в теле, поэтому там, в принципе, все объяснено. 20 секунд надо просто застыть в положении, как бы все напряжено, даже быть, глаза, бедра, попа, пальцы на ногах, пальцы на руках, только растопырь пальцем, там это все в видео будет объяснено. И обязательно колени немножко присогни, потому что, чтобы не травмировать колени, и рот должен быть широко открыт, но там это все будет объяснено. Потом ты тихонечко встаешь, сразу же закрываешь глаза и начинаешь тихонько шевелить челюстью, тихонько шевелить плечами, всеми суставами. И посмотри, что будет. По идее, суставы должны себя чувствовать, как будто они смазаны. Это, в принципе, очень хорошее упражнение в плане того, даже когда ты там сильно физически устаешь, то вот это упражнение сделаешь, и вообще все замечательно. Это после урока я тебе скину, это будет твое домашнее задание. Понятно? Понятно. Так, идем дальше. Так, сейчас мы с тобой будем делать следующее. У нас сегодня будут с тобой упражнения. Так, смотри, сейчас мы попробуем с тобой показать элементарно мороженое. Вот у нас камера, да? То есть нам нельзя выходить, да, потому что считай, что я режиссер, который смотрю твои пробы. Ты актер. Вот твое пространство рабочее, которое ты должен в котором работать. Смотри, мороженое будешь – это ты. Причем у мороженого будут разные предлагаемые обстоятельства. Что такое предлагаемые обстоятельства? Это, то есть, холодно-жарко, солнце-лето-зима, ты один или не один, тебя кусают или нижут. Вот это называется предлагаемые обстоятельства. Я очень часто буду употреблять это слово. В принципе, мы в него легко, я думаю, въедем. Вот сейчас наши предлагаемые обстоятельства. Я в Москве, я в Москве на работе, так, зима, то есть у меня, вернее, осень, холодный ветер. Я сижу за столом, в теплых тапочках и разговариваю с тобой. У тебя какие предлагаемые обстоятельства? Ты в Турции, ты украинец, ты дома, ну или в съемной квартире, как я понимаю. Вот. Комната в общежитии. А? Комната в общежитии. Комната в общежитии. Идем дальше. Вот. Значит, теперь смотри, ты мороженое. Как ты можешь показать мороженое через свое тело? Что сразу мы вспоминаем у мороженого? Акцент какой у него самый главный? Мороженое, оно конусообразное. Ну, бывает в стаканчике. Да, бывает оно холодное. Ну, холодное мы с тобой показать не сможем. Вот. Конусообразное. В принципе, если бы мы работали в полный рост, то мы могли бы там ноги сзади, да, а здесь расшириться. Лучше давай в стаканчике, да, так проще будет. Почему? Потому что у нас две ноги будут стоять, так сказать, твердо. И что самое-то главное ты мне назвал в мороженом? В стаканчике даже. А? Вкус его. Вкус мороженого. Нет, вкус мы не покажем. А, что покажем? Так, форма. Форма его, она, если смотреть на него, она как квадратная. Я спросила самое главное. Что в мороженом самое главное? Холод. И освежающие. Мы не покажем холод. Что в мороженом самое главное? Удовольствие. Там очень классный акцент есть в мороженом. Удовольствие от того, что... Мы не покажем удовольствие. Мы показываем мороженое. Что в мороженом самое главное? Акцент какой? Акцент. Подносить его к арту. Нет, мы не покажем этого. Мы этого не покажем. Вот мороженое мы открываем. Что нам сразу бросается в глаза? Холод. Еще раз говорю. Мы не покажем холод. Вот мы открываем мороженое. Что самое главное нам сразу же бросается в глаза? Что оно закончится? Нет. Ну, это мы покажем, конечно, что оно закончится. У нас цель как раз... Форма мороженого. Вот, уточняй. Уточняй, конкретика. Что в форме мороженого? Шарик сверху. Молодец. Молодец. Мы сразу видим этот шарик мороженого. Как мы его можем показать? Через свое тело. Через свое тело? Вот так. Шарик. Шарик. В стакане. Тогда у тебя шарик голова будет. Ну, если голову, часть, голову, да, ну, может быть... А мы можем руки использовать? Да, можем, можем, да. Да, отлично. Как мы можем руками показать шарик? Шарик. Вот так. А он наверху. А у тебя сейчас наверху голова. Вот. Молодец. Выше, 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 давай. Что ты закрылся-то у нас вот не такой шарик? У нас вот шарик-то. Сейчас я переверну телефон. Молодец. Я хотела тебе это предложить. Так, и ты у меня пропал. Игорь. Я появился. А я тебя пока не вижу. А, во, появился, да. Вот. Отлично. То есть... Смотри, актерское мастерство заключается не в только в том, что мы кривляемся, как обезьянки, да, а в том, что мы еще умеем анализировать. Мы видим, мы умеем замечать необычное в обычном, скажем так. Вот я сегодня шла по улице, гуляла и заметила, оказывается, что у меня справа дом зеленого цвета, слева желтого, а дальше идет дом красного цвета. Понимаешь? Вот на улице вот так вот интересно, что вот такие вот разные дома. Или я недавно ходила на мастер-класс, там нас попросили просто внимательно разглядывать вещи, а я не люблю ничего делать бесцельно. И я нашла одинаковые полоски аж на пяти вещах. Вот понимаешь? Там на колонке были, значит, вот такие полоски, оказывается, на вентиляции такие же полоски, оказывается, на батарее такие же полоски, оказывается, на той штуке, которая открывает батареи, там наклейка с такими же полосками, и наклейка на плинтусе с такими же полосками почему-то. Вот понимаешь, я просто ходила, вот это все смотрела, это все выискала. Наша задача уметь смотреть, видеть, анализировать, как и слушать, слышать собеседника и, собственно говоря, и уметь ему отвечать или промолчать. Вот. Это понятно? Да, понятно. Вот, про шарик ты молодец, мы все-таки с тобой додумались. Значит, шарик, ой, вернее, да, вот у нас может быть такой большой, вкусный этот шарик, да, я могу быть таким, может быть, даже где-то важным мороженым, а может, наоборот, веселым таким, вау, солнце, я увидел мир и так далее, да, выбирать тебе. Сейчас можешь пока руки опустить. Теперь смотри, предлагаемые обстоятельства, какие будут у нас. Ты будешь мороженым, а мороженое, которое кусают. То есть, я сразу понимаю, вот я мороженое, меня раз откусили, что будет происходить? Вот первый раз тебя окусили, что будет происходить? Молодец, молодец. Дальше. И вот твоя задача сейчас сделать так, что тебя кусают, 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 ну и ты, соответственно, что делаешь? Убирают части тела, показывают, что меня съедают. И умираешь. То есть, умираешь, мы будем показывать тебя бульк туда. Вот, и еще, в актерском мастерстве есть такое понятие полярности. Это очень классная штука, она вообще всегда есть. Значит, поэтому лучше всего начинает мороженое такое в позитивной, значит, концепции, а заканчивает в какой? В негативной, что ли? А, нет. Ну, ты представляешь, что умираешь? А, то есть, если я покажу сначала позитивной, то есть, есть полярность, это я покажу негативной. Ну, а негативной... Нет, негативной, ты умираешь. Какая будет эмоция? Печаль, наверное. Молодец. Грусть, печаль. То есть, мы заканчиваем грустью в печали. Поехали, я смотрю, твой этюд. Это твой первый этюд. Поздравляю, мы его разобрали. Поехали. Начну это? Да, да, да. Еще раз, сейчас мы с тобой сделаем. Молодец, в принципе. Смотри, теперь есть в актерском мастерстве такое слово оценки. Но мы это с тобой там будем дальше проходить. Но сейчас я тебе просто скажу, что оценка, что это такое. Я могу посмотреть, а кто меня вообще кусает? Ага. Оценить. Да, а я могу внутренним монологом, да, мы немножко отчеловечим мороженку. Могу внутренним монологом начать, ты что, придурок, что вообще делаешь, ты ДТП, а потом я умираю. Паника началась, да. Тут, короче, может быть вообще спектр различных эмоций. А потом я все равно это сделаю. Крусти. Бук. И меня больше нет. Ну, то есть, когда ты уходишь из-под камеры, я понимаю, что тебя больше нет. Поехали, работаем. Стой. Стой. Ты сначала не дал мне оценку, что, вот представляешь, тебя открыли. Солнце, увидь ты вот это вот солнце вокруг, как хорошо. Понимаешь, вот этот момент перед тем, как тебе будет больно и неприятно, да, ты посмотри, как хорошо. И потом ты уже неожиданно, тебя кто-то ух, укусил, да. И я начинаю смотреть, а кто меня это укусил. А потом опять, 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 и в общем я умер. Давай, пробуем. Ага, ага, ага. Я бы, конечно, хотела, чтобы ты это поярче сделал, лицом я имею в виду. Ну, ладно, хорошо. Ну, лицом работать, вот, ну, смотри, вот. Меня открыли, да? Да. Понял немножко. То есть здесь у мороженого самое главное это акцент, эмоции, энергетика, которую ты играешь. Хорошо, оставим этот момент, идем с тобой дальше. Мы с тобой только начинаем знакомство с актерским мастерством. В связи с этим я хочу, чтобы ты, запиши домашнее задание, снял на камеру этюд животного, любого, кошки, собаки, хоть кого. Пиши. Записывай. Запиши себе. Так, запиши себе. Записал. Сняйте этюд животного, любого. Ага, да, молодец. Ну, лучше, я думаю, что как раз тебе нормально будет эту кошку снимать, потому что мы ее все видели, все знаем, но если там захочется тебе черепаху снять, как бы, твое личное дело, да, ну, у черепахи должно быть какое-то действие. Там она может, я один раз видела в шотцах коротких черепаху, которая упорно бегала за котом, и все везде с ним, кот ложится спать, она чуть ли не на него завазит, бедный кот. В общем, такая у них была история с котом. Вот, ну, черепаху тоже может, она может выглянуть, да, и почувствовать опасность обратно, убрать голову, тоже такое может быть. То есть, этюд должен быть, он с чего-то должен начинаться, то есть, вот такой же короткий, да, с чего-то начинаться, там, допустим, кот поел, да, и лег спать. Может быть, такое может быть. Ну, вот такое что-нибудь снимешь. Так. Моего героя кота, а на сколько должно длиться? А вот как мы с тобой мороженое делали? Ну, примерно так вот. То есть, этюд, он очень, он небольшой, но там есть все. То есть, твоя задача может быть даже эмоции кота показать. Может, просто как он умывает, там, я не знаю, мордочку свою, вот, и уходит из кадра. Что-то в этом роде. Я видео посмотрю, что он делает, чтобы понимать. Ну, в принципе, и сам еще поспоминай, как он ведет, чтобы не сбивать, как бы не портить свое отношение. Ладно. У тебя все равно есть время до понедельника. Можешь и тут животного снять, там, в понедельник в 10 утра и в половину мне выслать домашнее задание. Теперь смотри, вторые предлагаемые обстоятельства, то же самое мороженое, но мороженое, которое забыли, но солнце, жара и которое тает. Что ты будешь делать? Мне говорите, что я буду делать или показать? Ну, давай покажи. Как ты понял первый утюд? Как ты сделаешь второй? Так, где твоя ошибка? Ну-ка, сразу мне говори. Ошибка? Да. Вы эмоция? Глазами я не показал, что... Молодец! Молодец! Ты сначала стоишь, ты сначала радуешься. Вот смотри, мороженое, оно как инопланетянин. Оно видело хоть раз солнце? Нет. Нет. То есть я буду сказать с самого начала. Да, конечно, конечно, конечно. То есть, ну, представь, что тебя открыли, и ты первый раз увидел там, почувствовал там, допустим, тот же самый ветер, да, солнце. Как классно, как здорово. В упаковке, представляешь, ты стоишь вот у тебя перед тобой вот эта вот блестящая фольгушка, и все. А тут тебя открыли. Давай попробуем. То есть переход эмоций-то тоже должен быть. И когда ты тихонько начинаешь как бы таять, ты же тоже не сразу начинаешь. У тебя ты с одним каменным лицом сделал, а тут ты как-то, ой, интересно, как, ух ты, я теку. Да, ух ты, а потом ты понимаешь, да, паника начинается где-то, что ты понимаешь, что ты исчезаешь, ты превращаешься в лужицу. Ну вот здесь можно было бы, конечно, если там снимать кино или мультик, допустим, да, то мороженое-то превращается в лужицу. Лужица, допустим, там куда-то на песок скатилась, и он лежит такой, а, соберите меня обратно. Ну это мультяшный вариант. Давай, поехали. Спасибо. Это было круто! Ты въехал, все, замечательно, ты въехал. Супер, прям молодец, я с таким удовольствием на тебя смотрела, вот это было по-настоящему, молодец, умничка. Так, отлично, мороженое мы с тобой сделали. Теперь у нас будет лампочка. Лампочка у нас тоже будет, лампочка у нас будет в трех разных предлагаемых обстоятельствах, и, соответственно, будет три разных персонажа лампочек. Вот, представляешь, мы с тобой сразу идем такие, фум, фум, сразу, сразу персонажи. Так, значит, смотри. Говори. Записывайте, я увидел, да. Записывайте. Ага, 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 так что твой гениальный шедевр будет. Так. Лампочка, она круглая, как мороженое, и ее нагревание мы не будем показывать, да, потому что... Подожди, не торопись, не торопись, не торопись. Ты правильно сказал, она у нас круглая, как мороженое. Значит, соответственно, я руками показываю вот, да, вот этот круг, а там у нас будем считать то, что мы прикреплены. Теперь смотри, значит, у нас лампочка будет с тобой висеть, первая лампочка, в подвале. Скажи, пожалуйста, сразу, какая она будет? Она будет без козырька, обычный цоколь, и, ну, это форма куда-то закреплены. Это у нас сейчас второстепенная. Какая она будет характером? Я неправильно объяснила. Вернее, неправильно задала вопрос. Какая она будет характером? Тусклая, такая, желтого цвета. Тусклая, желтого цвета. Какая это может, значит, по характеру быть лампочка? По характеру? Добрая, злая, наивная, какая-нибудь верующая, сектантка. Она такая, как мрачная, в тумане, наверное. Мы можем сделать, да, то есть, знаешь, такая, злая на весь свет. Я же тут в подвале живу, да? Меня включают там раз в пятилетку. О, включила, пришла, дура старая. Ну, то есть, я, допустим, там внутренний монолог могу внутри себя играть. Вот это мы тоже будем отдельно проходить. Ну, сейчас мы с этим совсем знакомимся, внутренний монолог. Включила меня тут. Ну, давай еще, запнись, ну, запнись. О, выключили ее, допустим, да? Она не успела договорить, какой-то звук мямкнула и не успела договорить. То есть, глаза мы можем здесь закрыть. А у нас, может быть, лампочка такая, все будет хорошо, все будет хорошо. Слушающие, допустим, афирмации себе говорящие там, допустим. Я обязательно увижу весь свет. Я в это верю. Может быть такая лампочка? Может быть веселая, да. У нас же, мы, ты понимаешь, вот мы сейчас отчеловечиваем немножко лампочкой. У нас же тоже люди разные, да? Для некоторых, допустим, вот это говняшка, да? И он будет... А для некоторых это... Ой, как здорово, как классно. Оказывается, я могу это как-то исправить? Ведь могу, потому что все будет хорошо. А как я могу это исправить? Ага. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Я удачлива во всех делах. Вот. Смотри, теперь ты сам выберешь, какую ты лампочку будешь играть. Момент. Смотри, лампочка висит в подвале. Она в подвале, соответственно, она что делает? Она не горит. Правильно? Да-да-да, правильно. Вот, то есть ее включили, и дальше ты начинаешь играть свой характер лампочки. То есть она у тебя говняшка, или она такая... Ой, меня включили, да? О, как здорово. О, ты пришла, как я тебя долго ждала. Но это внутренний монолог, да? Это лампочки. Ой, мне как тепло стало, как хорошо. Ну, я уже как бы лампочка, да? И вот ее выключили. Что мы в этот момент можем сделать? Закрыть глаза. То есть вот нас включили, мы показываем, что мы зажглись, начали все освещать кругом. И вот нас выключили, наши глаза закрыли. Закрыты, правильно? Угу, правильно. Поехали. Давай, поехали. Нет, все ты это должен внутри себя проживать, я просто это все должна увидеть на твоем лице. Окей. Окей, давай. Ты, значит, ты лампочка, во-первых, я хочу видеть твои руки наверху тебя, да, потому что там круг. Подвалились. Закрыл ладошку, я включил. Да. Да. Угу. 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 А почему лампочка зашаталась? Ее рукой затронули? Это я предложил, может, ты меня на улицу вытянешь, я там буду еще свидетельствовать. Ну, типа, ты какая я... Нет, подожди, а, ну, ты же не можешь сама качаться, значит, тебя, может быть, рукой затронули, и отсюда у тебя эта мысль пошла, что, ой-ой-ой, забери меня, перенеси меня в другое место, пожалуйста. Понял? Ну, да, типа. То есть, нет, есть еще такое вера и логика. То есть, я верю в то, что происходит, да, через какого праздника я начала вдруг шататься, мотаться, может, меня там задели этой, несли, как большая лестница называется, стремянка, несли стремянку, это первый момент. Второй момент, ты вначале почему-то начал показывать удивление. Ну, один глаз открыл, это как будто она от контакта. Я не про то, что ты один глаз открыл. И, кстати, да, когда лампочка включает, она же не потихоньку начинает загораться. Хотя, если она там... Тогда да. Ты, ты, хорошо, предлагаем обстоятельства, ты там висишь уже, наверное, года два. То есть, в принципе, тебя просто включили, ты радуешься уже тому, что тебя вообще просто включили, что ты свою функцию стала исполнять, светить, понимаешь? Функция, зерно роли у тебя, добро несешь, раз ты положительную лампочку показываешь. Понятно? Функция, давай еще раз мне начало покажи. Функция, давай еще раз мне начало покажи. То есть, а ей стало грустно от того, что ее не взяли, да? Да, он ушел, и куда ты? Молодец, молодец, умница. То есть, смотри, актерское мастерство – это еще такая фишка, что ты все объясняешь в первую очередь себе. Зачем, почему, куда, когда, сыро мне, холодно, жарко, какой у меня характер, да? Вот это все ты объясняешь, но это все, конечно, в сценарии объясняется. Ну что, поехали с тобой дальше. Так, отлично, этюды мы с тобой сделали, мне понравилось. Сейчас ты будешь брать со стола воображаемый предмет, как будто это, но давать мне реакции, давать мне оценки. Понятно? Значит, первое, что ты делаешь, ты берешь со стола твоя задача. Представь, что ты на квесте, ты проходишь какой-то определенный квест, и вот перед тобой, значит, куча вот этих насекомых. Твоя задача – взять какого-нибудь червяка и съесть. Давай. Смотри, квест. То есть, это надо сделать быстро же? Да, ну вот ты представляешь, вот это вот, а давай-ка трех. Давай не одного. Представь, что у тебя там команда, да, кричит, что тебе надо как бы это все, и ты, то есть там энергия совершенно другая идет. Там все это как бы быстро, вот это противно, ты все равно это пока… Фу, я сейчас их увидела. Понял? Давай, трех будем сейчас есть с тобой червяков. И энергетически представь, что сзади тебя люди кричат, говорят, Игорь, ну давай, ну давай, ну давай, вот быстро трех съешь, чем быстрее ты съешь, тем, соответственно, быстрее ты пойдешь, ты смотришь, смотришь ключ и побежите к следующей двери. Поехали. Начали! Игорь, 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 Игорь. Чувствуешь разницу? Чувствуешь? Смотри, мы сейчас с тобой на том этапе, когда я тебя стимулирую. Мы должны будем с тобой к концу нашего курса прийти к тому, что ты будешь себя стимулировать. Понятно? Ты сам. Мы вот должны к этому прийти. Понял? Ага, да, понял. Молодец. Да, ну то есть все уже самому в голове там решать, все уже сразу же, чтобы у тебя все рождалось в голове, и сразу делать. Молодец. Идем дальше. Так, ты теперь должен съесть горячую картошку. Это не квест. Это не квест. Это не квест, ты просто должен съесть горячую картошку. Без предметов просто могу руками дать. Сразу смотри, подсказку даю. Сразу ты думаешь, где ты вообще ешь эту горячую картошку. Где ты можешь есть горячую картошку? В ресторане. В ресторане руками горячую картошку? Просто из-за того, что оценить ее, как она... Ну пусть это будет и глупо со стороны, но я для себя какой-то там... Может, внимание... Ладно, давайте дам подсказку. Ты в походе. Вот тогда мы действительно горячую картошку... Мы ее... Вот логично все ложится. В ресторане как-то нелогично. Что тебе... Ты такой... Так, мне, пожалуйста, картошку запеките в костре, в фольге, и потом мне принесите. В ресторане такие... Да, конечно, Игорь. Давай. Ты в походе. Вот, и ешь горячую картошку. А я желаю, в походе. Спасибо. Спасибо. Можешь посолить еще картошку. Слушай, аж картошка захочеталась. Молодец, идем с тобой дальше. Так, смотри, сейчас мы с тобой будем есть булочку, но предлагаемых вариантов у нас будет два. Первый вариант. Ты ешь булочку, когда ты, то есть вот тебе предложили, значит, ты пришел в гости, сразу даю предлагаемые обстоятельства, и, значит, ты поел перед этим, очень так хорошо, плотненько, ну, может, ты живешь под девизом «в гостях не есть». Я наоборот, я прихожу в гости, чтобы поесть. Вот, и тебе предлагают, значит, булочку. Вот как ты будешь есть булочку, когда ты, в принципе, поел, ты наелся, тебе хорошо, и вот булочка перед тобой. Поехали, работаем. Вам не нравится то, что я приготовила? Нет, все хорошо, нормальная булочка. Ну, вы с каким-то лицом едите, как будто вам не нравится то, что я приготовила? Ну, нравится. Лицо ваше говорит об обратном. Да классно, я такие булочки никогда не ел. У вас еще есть? Так, спасибо. То есть, смотри, давай мы сейчас еще раз попробуем с тобой съесть эту булочку, но так, чтобы при этом не обидеть еще, то есть ты же приходишь в гости, ты же не имеешь права обидеть хозяев, правильно? Вот, так, чтобы еще и не обидеть. Поэтому то, что ты обожрался уже, держи это внутри себя, да, вот все это внутри, но мы как бы, чтобы не обидеть хозяев, нам надо съесть эту булочку. Поехали. И, кстати, сейчас, подожди секунду, поставлю тебе пять, то, что ты, я начала говорить, играть вместе с тобой, и ты не прекратил, ты продолжил. Молодец, это дорогого стоит на самом деле. Давай. Учитывая то, что у нас того первое занятие практически-то. Давай. 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 Ты не забывай, что ты не голодный. А я делаю вид, как будто я голодный. А вот не надо делать вид, как будто тогда мы не поймем. Я-то как зритель не пойму все равно, что ты не голодный. Ты не хочешь есть, но ты ешь, чтобы не обидеть это тяжелое предлагаемое обстоятельство, понимаю. Но ты тогда не будешь эту булочку держать двумя руками, понимаешь? Ты будешь там кусочек вот так вот как бы отламывать и... Пожелать ее два часа, этот кусочек, понимаешь? А ты делаешь вид, что ты голодный. Давай. 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 Вот вторая часть уже интереснее. Вторая часть. То есть не первая. Первая я подумала, что тебе опять эти булочки не нравятся. А вторая вот часть как раз, что... Здесь можно помочь себе внутримого огня, я так обожрался. Ё-моё. Вот вторая часть у тебя очень хорошо получилась. Так. Второе предлагаемое обстоятельство это то, что ты очень голодный. Ты очень голодный, представь, что ты там какое-то энное время не ел, может быть, сутки, и вот тебе в руки попалась булочка. Поехали. Поехали. Стопэ, значит, как ты ел? Все понравилось, все замечательно. Ты очень голодный, ты не будешь смотреть на эту булочку, понимаешь? Ты сразу схватишь ее? Угу. Сразу будешь ехать. Давай попробуем. Ну, я подумала, что ты еще начал искать, может, еще нашел. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.